Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» – это компакт-кроссовер от японского производителя, который разошелся по территории нашей страны таким же большим тиражом, как и его знаменитый предшественник в кузове J10. Но сегодня речь пойдет о более современном варианте. Встречайте, Nissan Qashqai J11. Второе поколение. Ниссан Qashqai J11 встал на конвейер в конце 2013 года. В 2017 машина прошла через рестайлинг, в ходе которого ему слегка освежили внешность. Изначально эти машины собирались в Великобритании, однако впоследствии их сборка была локализована на заводе Nissan от Санкт-Петербурга. Кстати говоря, в ходе локализации эти автомобили получили некоторые доработки в конструкции относительно своих английских собратьев. Что касается моторной гаммы, здесь были бензиновые 1,2 литра на 115 лошадиных сил, здесь был двухлитровый мотор на 144 лошадиные силы и дизель 1,6 на 130 лошадок. Что касается коробок передач, выбора у вас не было только с дизелем. Эти автомобили шли только с передним приводом и только с вариаторной коробкой. 1,2 мог оснащаться либо механикой, либо вариатором и при этом всегда имел передний привод. Ну а двухлитровую машину вы могли купить как с вариатором, так и с механикой, если речь шла о переднем приводе и в варианте 4WD только вариаторная коробка. Наш сегодняшний экземпляр это 2016 год выпуска под капотом 1,2 литра, а коробка вариатор. По традиции обзор начинаем с разговоров про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот кузов машины противостоит нашим дорожным реалиям. Толщина лакокрасочного покрытия у Кашкая в 11 кузове абсолютно стандартная для большинства японских автомобилей. Показания толщиномера здесь будут лежать в диапазоне от 90 до 140 микрон. Качество покраски также неплохое. Да, автомобили ловят сколы, но какого-либо развития эти самые сколы, как правило, не получают. Некоторых владельцев больше беспокоит вопрос хромированных поверхностей, которые имеют свойство со временем мутнеть либо облизать. Придется ли вам с этим столкнуться, очень сильно будет зависеть от разных факторов, таких как качество химии, которой вы будете мыть автомобиль на мойках, и количество реагентов на дорогах в регионе, где вы его будете эксплуатировать. Что касается стойкости кузова к коррозии, то здесь Кашкай G11 это большой молодец. Даже на автомобилях первых лет выпуска найти на кузове серьезные очаги ржавчины достаточно непросто. Естественно, это не касается битых и восстановленных после очень серьезных аварий автомобилей. Так что в плане отсутствия коррозии все на 11 кузове должно быть в порядке. Но на всякий случай при осмотре подобного автомобиля, конечно, не стоит пропускать осмотр автомобиля снизу. Также, если вы смотрите автомобиль до 2014 года выпуска, не лишний будет проверить, что происходит под дверными уплотнителями. На некоторых машинах, возможно, вследствие дефекта покраски на заводе, встречалась ржавчина и вздутие от красочного покрытия под уплотнителями дверей. Подобно тому, как это было на некоторых немецких машинах. Начало 2000-х, конца 90-х годов. Что касается салона и бортового электрооборудования, к G11 по сути вопросов немного. При покупке подобного автомобиля проверяйте обязательно работоспособность подогрева в передних сиденьях, поскольку сам контур подогрева довольно слабый. И если на него хорошенько наступить, например, коленом, то есть приложить большой вес на очень ограниченную по площади точку, его можно порвать. После чего работать, конечно, он уже не будет. Также обратите внимание на работоспособность омывателя заднего стекла. Ничего критичного, но бывает такое, что нарушается герметичность трубки, самой подачи воды. И в этом случае в салоне вашего Кашкая могут образовываться лужи. Также обратите внимание на одну особенность G11, про которую нужно просто быть в курсе. Вследствие образования конденсата на изнанке, скажем так, крыши, у вас в Кашкае может отсыревать потолок. И чаще прочего влага скапливается в районе крепления солнцезащитных козырьков. Решается эта проблема проклейкой дополнительной тепло-шумоизоляции по крыше автомобиля изнутри. Ну а теперь более детально про силовые установки 11-го Кашкая. В нашем случае здесь находится базовый, первый в линейке двигатель, объемом 1,2 литра, мощностью 115 лошадиных сил. Этот двигатель может называться по-разному. HRA2, как в нашем случае, либо H5FT. Это реношная классификация. Данный силовой агрегат – продукт совместной работы концерна Renault-Nissan. И устанавливался он на достаточно большое количество автомобилей. Не только на Кашкай, но встречался он и на последних годах выпуска Nissan Juke. Встречался он и на NV300. На микроавтобусе для японского рынка попадались эти силовые агрегаты в большом количестве на автомобилях концерна Renault. Конструктивно этот мотор представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Привод ГРМ здесь цепной. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, которых здесь достаточно, можно отметить наличие двух позавращателей. То есть на впускном и на выпускном валу здесь у нас используется непосредственный впрыск топлива в цилиндры. То есть на двигателе установлен топливный насос высокого давления и, соответственно, форсунки тоже здесь необычные. Ну и венчает все это великолепие турбина. Что касается ресурса данной силовой установки, то он лежит в пределах 200-250 тысяч километров пробега. Конечно, можно прокататься и больше, если следить за мотором и использовать только качественные горюче-смазочные материалы. И, скорее всего, на этом моторе первым под замену у вас попросятся цепь или позавращатели. Происходит это на пробегах от 100 до 150 тысяч километров. Турбина на этом двигателе не сказать, что особо нагружена, поэтому выхаживает под 200 тысяч километров пробега и во многих случаях даже более. Поскольку впрыск топлива здесь непосредственный, то, соответственно, мотор чувствителен к качеству бензина, который вы заправляете. И лучше лить сюда не ниже, чем 95-й. Также на этих моторах нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Клапана приходится регулировать подбором толкателей и делать это раз в 100 тысяч километров пробега. Что касается не очень приятных моментов, связанных с этой силовой установкой. Первое, это то, что данные двигатели имеют привычку подъедать масло, и расход масла на угар на этой силовой установке в некоторых случаях может достигать литра на тысячу километров пробега. Причина здесь, скорее всего, в том, что редко меняли масло, плюс не очень качественное, возможно, заливали, плюс не самая удачная конструкция самих колец. А второй момент связан, опять же, с непосредственным впрыском, и, как большинство двигателей с этой системой, данный мотор имеет свойство образовывать отложения в виде нагара на клапанах. Соответственно, из этого вытекает тот факт, что на данном моторе замена масла должна производиться раз в 5-6 тысяч километров пробега, а желательно не реже. И масло сюда нужно заливать хорошего качества. Данный двигатель получился весьма сбалансированным с точки зрения характеристик крутящего момента, поскольку двигатель имеет турбонаддув и вроде бы небольшая мощность, 115 лошадей, однако для городского перемещения, для Кашкая, этой силовой установки вполне хватит, при том, что расход топлива будет весьма и весьма скромным, около 7 литров на 100 километров пробега в условном городском цикле. Вторая силовая установка по своему объему – это дизельный двигатель, кстати, очень и очень нечасто попадающийся на вторичном рынке на этих автомобилях. Это дизель, который носит маркировку R9M, и это тоже плоть от плоти реношный агрегат. Данный двигатель выдает 130 лошадиных сил и аж 320 ньютон-метров крутящего момента. Такому крутящему моменту могут позавидовать и многие более объемные собратья. Так вот, этот дизель представляет собой чугунный блок цилиндров, цилиндров там 4, привод ГРМ цепной, и эта цепь, кстати сказать, роликовая, выхаживает за 150 тысяч километров до первых каких-то признаков замены, и в некоторых случаях даже больше того. На дизеле R9M применена система впрыска Common Rail, бошевский ТНВД. В принципе, все это дело работает достаточно неплохо, но при условии наличия в вашем регионе хорошего по качеству дистоплива, поскольку гезофорсунки этого дизеля достаточно критично относятся к этому моменту. А в замене они весьма недешевые. Вопросов по ресурсу турбины на дизеле R9M особо нет, ходит она достаточно долго и мелочами всякими не досаждает. Также нужно отметить, что на дизельном двигателе, в отличие от бензинового агрегата, есть гидрокомпенсаторы, поэтому регулировкой клапанных зазоров заниматься не придется. Ресурс дизеля достаточно большой в сравнении с бензиновыми моторами на Кашкайе и составляет порядка 400 тысяч километров до переборки поршневой группы. Причем дизель весьма и весьма ремонтопригоден, поскольку блок чугунный, то вариантов, каким образом его починить, может быть достаточно много. Правда, с учетом того, что данный дизельный двигатель в разных вариантах использовался на огромном количестве моделей, как Nissan, так и Renault, включая коммерческий транспорт, выбор контрактных агрегатов на вторичном рынке также достаточно большой. Поэтому следует взвешивать целесообразность, что будет выгоднее отремонтировать, либо заменить на контракт. И из каких-либо основных характерных проблем для дизельного двигателя можно отметить, кроме упомянутых пьезофорсунок, еще систему EGR, которую нужно периодически чистить. Ну и склонность данных моторов к пробегам за сотню плюс подтекать маслом, как по клапанной крышке, так и, возможно, по сальникам. Поэтому, если вы смотрите дизель, в любом случае наша рекомендация прогонить эту машину через профильный дизельный сервис, дабы после покупки не попасть на дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры, к примеру. В остальном, что касается дизеля, мотор достаточно ресурсный, если заливать качественное топливо и вовремя менять масло. Расход топлива на дизеле весьма и весьма скромный и составляет что-то около 6 литров в городском цикле. Оба двигателя, что 1.2, что 1.6 дизель, устанавливались только на переднеприводные версии. Соответственно, если вы хотите себе полноприводный Nissan Qashqai в кузове G11, то вы будете покупать эту машину с 2-литровым мотором MR20DD на 144 лошадиные силы. На первый взгляд может показаться, что этот двигатель преемник того, который стоял в кузове G10. Однако на тех машинах устанавливался MR20DE. Суффикс DD в данном случае указывает на то, что этот мотор на 11-м кузове обзавелся прямым впрыском. Соответственно, мы имеем там ТНВД и форсунки высокого давления. Высокая степень сжатия также обуславливает чувствительность данного мотора к качеству топлива. Помимо прочего, ряд изменений коснулся в том числе головки блока цилиндров. Она теперь получила два фазовращателя на впуске и на выпуске. И на двигателе применен впускной коллектор с изменяемой геометрией, читая заслонка. А вот гидрокомпенсатора зазоров клапанов этот мотор так и не получил. Поэтому регулировка будет выполняться также раз в 100 тысяч километров пробега, либо по симптоматике. Привод ГРМ на МР-20ДД цепной. И цепь эта выхаживает плюс-минус около 150 тысяч, что зависит от выбора моторного масла и режима эксплуатации автомобиля. Из каких-либо характерных проблем по МР-20ДД можно по большому счету отметить в кавычках хрупкость головки блока цилиндров. То есть при замене тех же свечей на данных автомобилях тянуть со всей дури не нужно. Головка блока цилиндров может просто лопнуть. И такие прецеденты, кстати, были на нашей практике, но со старыми моторами МР-20ДД, так что это не байка, а вполне реальные вещи. Поэтому затяжку свечей лучше производить с динамометрическим ключом. Так же как и двигатель 1.2, ввиду непосредственного впрыска МР-20ДД склонен к закоксовыванию клапанов. Поэтому замены масла на этом моторе лучше также сделать более частыми, нежели то приписывает регламент производителя и не лить сюда что попало. Многие владельцы также отмечают достаточно небольшой в кавычках ресурс опор двигателя, порядка 100 тысяч километров пробега. Но основная проблема, с которой можно столкнуться на МР-20ДД, это наличие расхода масла, особенно на автомобилях, которые пробежали свыше 200 тысяч километров пробега. И в данном случае, к сожалению, отделаться, например, с заменой маслосъемных колпачков у вас, скорее всего, не получится. Поэтому, если вы смотрите Qashqai на 2 литрах, уделите особое внимание проверке автомобиля на дымность, на то, чтобы двигатель у вас не выплевывал масло в выхлопную трубу. Однако, если беда все же случилась, имейте в виду, что тот же самый ДД мотор устанавливался, например, на Ниссан Сирены, которых ввезено в Россию достаточно большое количество, и агрегаты с которых продолжают ввозиться в виде контрактных запчастей из Японии. Что касается коробок передач, на Ниссан Qashqai в 11-м кузове устанавливалась механическая либо вариаторная трансмиссия. Механика могла агрегатироваться либо с 1.2, либо с 2-литровым бензиновым мотором, и только с передним приводом. Механика шестиступенчатая, и она настолько редкая на вторичке и настолько беспроблемная, что ее можно смело оставлять за рамками данного обзора, поскольку вопросов по механической коробке никаких нет. Ну а если даже и возникнут, например, по узлу сцепления двухмассового маховика, либо выжимного, то, как правило, все они связаны с неумением человека в механической трансмиссии пользоваться. Что касается вариаторной трансмиссии, то здесь все интереснее. На эти машины, на двигатель 1.2 и 2 литра устанавливались разные вариаторы. На 1.2 устанавливался вариатор JATCO JF015. Трансмиссия изначально разработанная для автомобилей с небольшим крутящим моментом и небольшим объемом двигателя. Конструктивно данный вариатор представляет собой некий симбиоз из, собственно, вариаторной части, конуса ремней и так далее, и планетарных передач. То есть некий гибрид, скажем, двухступенчатой автоматической трансмиссии плюс вариатор. Изначально задумка конструкторов была благая таким образом, а за счет конструкции они хотели убрать у этого вариатора самые критичные для его работы режимы. То есть максимального крайнего положения ремня на конусе. Но получилось на практике немножко не то, что задумывалось в теории. И на первых автомобилях подобные трансмиссии приезжали на ремонт на пробегах до сотки, чаще где-то в районе 60. Проблем там было достаточно много. Какие-то из них были связаны, возможно, с культурой производства, либо с производственным браком, как, например, дезинтеграция солнечной шестерни. Также были моменты, связанные с тем, что редкая замена масла приговаривала данную трансмиссию, ввиду того, что, как и любая современная коробка, данный вариатор имеет свойство часто включать блокировку гидротрансформатора для экономии топлива и для более эффективного разгона. Соответственно, идет износ накладки гидротрансформатора и продукт этого износа попадает в масло. Если масло менять редко и при этом, например, забивать на замену того же фильтра, то продукты износа рано или поздно забьют соленоиды в гидроблоке, которые здесь тоже достаточно непростые. И вся эта конструкция приедет уже в виде недвижимости на сервис. Тем не менее, компания Nissan своих потребителей услышала и с 2015 года конкретно поработала над увеличением ресурса вариатора JF015. И теперь эта коробка, при условии, что все-таки вы будете менять в нем масло хотя бы раз в 30-40 тысяч километров пробега, будет способна отработать у адекватного спокойного водителя до 200, а то и до 250 тысяч километров пробега. При этом из хорошего данный вариатор позволяет обеспечивать хорошую топливную экономичность и довольно неплохую-таки шустрость. По крайней мере, Qashqai 1.2 едет с этой коробкой резвее, чем того можно было бы от него ожидать. На двухлитровых версиях 11-го кузова устанавливалась трансмиссия JATCO JF016E. Этот вариатор пришел на смену более старому JATCO 011 и, в общем-то, рассчитывается уже на работу моторов объемом 2-2,5 литра. Данная трансмиссия получилась, в принципе, неплохой, способная отработать порядка 200 тысяч километров плюс, но с одним нюансом. Эти коробки крайне не любят грязного масла. По причине, опять же, все тех же продуктов износа накладки гидротрансформатора забиваются соляной дирегуляторы в гидроблоке, и, в конце концов, все это может привести вашу трансмиссию к необходимости замены того же гидроблока. Если вы перехватили проблему на ранней стадии, пока неисправность в управляющем, скажем так, органе коробки не привела само железо трансмиссии, также к необходимости капитального ремонта. Вышедший из строя гидроблок на JF016 обычно никто не ремонтирует. Этот узел приходится менять. Если вы покупаете контрактный гидроблок, то покупать его нужно только вместе с электронным блоком управления с того же самого автомобиля, чтобы все это дело после установки у вас нормально заработало. Промежуточный вывод такой. Если вы хотите беспроблемную трансмиссию, с которой не надо особо заморачиваться, выбирайте вариант на механике. Если же вам нужен автомобиль с двумя педалями, либо вы смотрите полноприводный вариант, то обязательно покупайте подобный автомобиль после тщательной диагностики той же самой трансмиссии. Как говорится, при соблюдении всех условий ресурс вариатора на 11-м Qashqai по современным меркам довольно неплох. Главное не нарваться на заранее убитый экземпляр. Ну и буквально два слова про полный привод. В данном случае основной у нас передок, а задняя ось подключается в работу при пробуксовке, либо принудительно блокируется до скорости в 30 км в час. Выполняется это все дело при помощи контроллера в виде шайбы в салоне. И если его нигде нет, а в наличии только подстаканники, то соответственно автомобиль по умолчанию переднеприводный. Как уже было сказано, 4 ВД вы можете получить только в сочетании с двухлитровым мотором. Особых претензий к работе или надежности самой муфты, крестовин, кардана и так далее здесь нет. Единственное, что при покупке полноприводной машины посмотрите на целостность сальников заднего редуктора, посмотрите на отсутствие тех же самых люфтов, крестовин, на состояние подвесного подшипника, кардана. Ну и в целом проверьте работоспособность. По железу вопросов здесь нет, а вот по электронным разъемам могут быть. Особенно если предыдущий владелец имел привычку штурмовать, например, броды на своем, в общем-то, городском паркетнике. Что касается ходовой части второго поколения Nissan Qashqai, ходовка здесь получилась достаточно сбалансированная с точки зрения того, что она и в меру жесткая, и вместе с тем все-таки в меру комфортная. Машина неплохо управляется и при этом не вытрясает душу на всех неровностях. Что касается ресурса компонентов этой самой подвески, то в среднем какие-либо замены начинаются здесь только после 100 тысяч километров пробега. Чуть раньше этого срока могут попроситься на замену разве что втулки-стойки стабилизатора, как водится, самые часто меняемые детали любой ходовки. Ну и амортизаторы здесь также могут при условии эксплуатации на не очень хорошем дорожном покрытии не доехать до 100 тысяч километров пробега. Ступичные подшипники здесь достаточно крепкие и ранее 100 тысяч км не беспокоят. На всякий случай имейте в виду, что ступичные подшипники на данных автомобилях идут только в сборе со всем узлом и стоят достаточно недешево. Также нижние шаровые опоры на данных автомобилях запрессованы в рычаг и по задумке конструкторов не должны меняться отдельно. Однако нет ничего невозможного и рынок дубликатных запасных частей в данном случае вам в помощь. На автомобилях с большим пробегом иной раз подкидывают сюрпризы сайленблоки переднего подрамника. Однако в этом случае не заметить, что с подвеской что-то не в порядке, на тест-драйве по ухабистовому покрытию у вас вряд ли получится. Изношенные, порванные и нерабочие сайленблоки подрамника будут возвращать о себе довольно сильными ударами при проезде неровностей. Подрамник будет в буквальном смысле гулять. Что касается рулевой рейки, которая здесь, кстати, электрическая, при покупке 11-го Кашкая обязательно нужно продиагностировать этот узел, поскольку даже на пробегах 30-40 тысяч километров уже попадались стучащие рейки, стучащие в основном по причине износа втулок, и после замены этих самых втулок все приходило в норму. Но также на этих автомобилях может встречаться стук рейки, связанный, например, уже с износом самого редуктора, а это замена и совершенно другие деньги. Если передняя подвеска у нас традиционная для этого класса автомобилей Макфрессон, то задней подвеской Кашкая могут быть некоторые разночтения. Так, автомобили британской сборки, будучи переднеприводными, имели сзади балку. Но для российского рынка подвеску слегка переделали, слегка это мягко сказано, и сзади, даже на переднеприводных Кашкаях, мы имеем многорычажку. Соответственно, при покупке подобного автомобиля нужно также посмотреть на состояние сайлент-блоков задних рычагов. Как правило, на пробегах менее 160-170 тысяч километров ничего на замену в задней подвеске Кашкая еще не просится. Также при покупке подобного автомобиля стоит обязательно проверить на работоспособность электроручник. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Nissan Qashqai в кузове J11? Этот автомобиль на самом деле вполне можно рассматривать как альтернативу другим маркам и моделям, если вам нужен современный свежий кроссовер. По кузову этих машин все обстоит очень и очень неплохо. Ржаветь они не торопятся, кузов выглядит симпатично, салон достаточно удобный. А если мы говорим про более или менее богатые комплектации, то в этой машине еще и будет все, что вы ожидаете от современного автомобиля, включая, например, систему камер кругового обзора, панорамную крышу и так далее. При этом Qashqai получился достаточно шустрым и довольно экономичным. Ну а дорожного просвета этого кроссовера хватит большинству пользователей, как в городе, так и по дороге на дачу. Так что с учетом всех положительных качеств, Qashqai можно и нужно присматривать, но при всем при этом, конечно, уделить особое внимание диагностике данной машины при покупке, поскольку нюансов достаточно. Благо теперь вы о них знаете и вряд ли броситесь покупать первый подвернувшийся под руку Qashqai по низу рынка. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был или есть Qashqai в кузове G11, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, пишите в комментариях, ведь людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.